Приветствую друзья! В самый канун нового года завод Станкомашстрой завершил сборку своего тысячного по счету станка. Это универсальное токарно-винторезное оборудование, принадлежащее серии СТ марки 16К20. Данный аппарат в скором времени отправится к заказчику в Данию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Станок серии СТ-16К20 оснащается приборами цифровой индикации, быстросменяемыми держателями резцов типа Multifix, а также был дооснащен специальным навесным оборудованием в соответствии с пожеланиями европейского заказчика, что адаптировал станок к зарубежному рынку. Завод из Пензы уже давно поставляет оборудование зарубеж в Европу, посильно восстанавливая не только отрасль отечественного станкостроения с использованием высокотехнологичного оборудования ЧПУ, но и возрождая имидж промышленности Российской Федерации, наследницы СССР. В конце августа прошлого года славящейся своими технологиями и техникой Германию было отправлено три металлообрабатывающих станка. Теперь юбилейное сложное устройство отправляется одному из дилеров в Данию. Можно смело говорить, что в Евросоюзе распробовали качества и характеристики отечественных станков производства Станкмашстрой, ничем не уступающим аналогам из Европы, разве что огромной разницей в цене. После восстановления международных деловых связей на время прерванных мировой пандемией, предприятие возобновило экспорт оборудования собственного производства в Германию, Венгрию, Монголию, а теперь в Данию. За 11 месяцев прошлого года Станкмашстрой изготовил 203 станка собственной разработки и дизайна. Из этого количества 200 были проданы. Осталось несколько единиц оборудования, которые ожидают отгрузки заказчикам. Неплохая эффективность для завода, который начал свое возрождение всего лишь 7 лет назад, когда на предприятии решили возродить выпуск продукции собственного производства и разработки. За 7 лет пройден путь от проб и ошибок до уверенного конкурента дорогим образцам западной станкостроительной мысли. Завод поддерживает фонд развития предприятий в научно-технической среде, инвестиции которого были направлены на закупку нового оборудования, что обеспечило предприятию возможность начать выпуск собственных станков и проводить разработку новой техники, отечественного образца. Это говорит о том, что у российской станкостроительной отрасли есть широкие перспективы. Современные станки нужны самой России для развития различных промышленных отраслей. Также, как уже показывает практика, продукции российского станкостроения интересуются и за рубежом. Так вижу, друзья.